Господа, это видео это пруф о том, что обзоризацию можно делать на всё угодно, всё что угодно. Вот, газета Вечерняя Москва. Давайте сделаем обзоризацию на неё. Так, типичная ошибка родителей, это мы посмотрим. Все смотровые площадки Москвы, это и так все знают. Сергей Собянин, который обещает, что метро сейчас станет 2 и больше, этого не нашёл в газете. Поищем, да? Да, приглашённая актриса, это Ирина Безрукова нас не интересует, я думаю. А вот педестал опустел, что, видите, героем никто не может стать. Туполев, Королёв, Гагарин, вот, типа, да. Типа все зэки, да, Туполев, Королёв сидели, да, Гагарин тоже. Просто испытатель сомнительный, просто его в космос закинули и всё. Кто и занял их место в умах и сердцах современных россиян? А никто. Как так? А Бузова, Бузова-то все. Вот современная звезда, Бузова. Там, кстати, и упоминается о Доме-2, но там какой-то придурок пишет, что это какой-то шлак. Что там информация настолько быстро проходит сейчас, что шлак вылезает, да, всякие Бузовы, там, Шурыгины, Мамандагрилигины, да, Озоны, Ванамаст, Гамазы, Ванамаст вылезают отовсюду, да, вот. Так, тут вы видите, агитация идёт, сдаёшь квартиру, плати налог. Агитацию за это самое, за регистрацию, чтобы налог платить. Ну, лучше Москва, да, и пиздец. В Москве вот даже это пишут, что никто не платит. Сдают 300 тысяч квартир, налоги платят за одну из десяти только. То есть за 30 тысяч квартир платят налоги. Все в шоке, да, что никто не хочет добровольно сдаваться, налоги платить. Так, тут вот статья за продолжение культурных отношений с американцами, да, которая называется «Продолжаем искать дно», почему-то, потому что там про всё подряд, да. А вот про счастливый семейный брак. Неправ, не за границей. На москвичей должников надавили с удвоенной силой. Сейчас мы почитаем подробнее. Судебные приставы начали наказывать должников вдвоенной силой, да, то есть на 100% больше, ограничения выезда за рубеж, и это далеко не самые жёсткие меры. В первом полугодии 2017 года вывозено 126 тысяч постановлений временного ограничения на выезд за рубеж, что на 100% больше. Информирует ТАСС. При этом каждый седьмой невыездной алименчик, вот понимаете, как вы в рабстве нахуйитесь, да? Пиздец, и невыездным стал, да, женился и умер. Женить бы это сейчас, жениться, это как умереть практически. То есть, если кто-то женился, это мёртвый человек, и всё, он только... Пилотку будет смотреть, и всё, даже тут читать будешь, не будем, нечего. Главное. Вот, нет, фото недели. Там, опять-то, на Красной площади тренируются, что-то там хернёй занимаются. НДС повысят 1 января. О, новогодний подарок, это я люблю. Так, ну я знаю, что там где-то 19%, то ли 21 будет вместо 18. А, ещё подарочки, смотри. Предложение об дэнксации пенсии на месяц раньше, с 1 января будет ввести Новогaría с Думой. Голикова, значит, сделают. Голикова. Голикова. С ней сплошной галя. Каждого финансового года, 1 января, будут работать, пенсии анонсировать. Так. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Аналитики ПВЦ назвали Москву самым комфортным городом в плане социальной структуры. Чёрт так хреново. А, сравнись с 2013 и другими мегаполисами, производилось по ряду пунктов. Это понятно. А, по расстоянию от школы до дома. Ну, конечно. Там же школу не закрывают, как в область. Больше врачей. Так. Малошумные лифты в модели Стриж. Начали установить в живых домах Москвы. Вот. Является наличие видеосвязи пассажир с диспетчером. О, жуачкой можешь камеру залеплять. Айврегут. Первые шесть новых лифтов появятся в трёх подъездах дома номер 13 по улице Новомаринской. Понятно, где это. Необходимо развивать метро, да, там. Типа в два раза больше откроют станции. Ну, конечно. Они небоскрёбов настроили, да, вот этих. В Новой Москве, который. И туда всё метро протягивают, да, там электрички, метро. Развязки транспортные. Там уже некуда дорогу какую-нибудь попритнуть, да. Пешеходный переход надземный. Некуда поставить там. Настолько всё запутано, что приходится квадратом ходить. В этом месте. Даже пешеходный переход уже некуда поставить. Уже наверху шоссе, снизу железная дорога, под ним две ветки метро. Вот. Так, комфорт для всех. Ладно. Хератой как это занимается. Вот это даже не читал. Ну, стандартное тут у него, да, вот это. Блобойство за него зам написал какой-то, да. По связями с это, да, с это самое, с электоратом. Вот. И всё. Неинтересно. И это неинтересно. Восторг и овации. Какой-то зал открыли. Представляете. Причём тут, правда, это область, да, вот. Непонятно, где эта газета куплена. Новые дома в программе реновации взвык по уму стандарту. Хорошо к Никиту Пому, но читать тут нечего, да. Могут начать строить. Могут-то, могут-то, не могут. Вот, видите. Так, ещё по стандарту. Сейчас я прогляжу быстро. В соответствии со смарт-стандартом 1.0. А в ближайшие два года у нас будет смарт-стандарт 2.0. А потом и 3.0 будет, и 4.0. Вот, чё я скажу. С тем, что представить собой умный подъезд, умная квартира, можно ознакомиться в специальном стенде Московского Урлунфорума. В приходе в дом будет стоять домофон, оснащённый кнопками вызова не только квартиры, но и службы 112, а объединенной диспетчерской службы. Херня какая-то. В квартирах установят. Вот главное, зачем это делается. Непривычные счётики тепла и воды, а современные автоматические приборы учёта, передающие показания в службу формирования счёта. Да, и отключающие автоматически, да, вот эта вот хрень, да. И на мобильное приложение всё это приходит, да, а если не уплатил, там релейка стоит, и автоматически выключает тебе и газ, и свет, и воду, и всё на свете. Камера наблюдения, но это везде стоит так. О, специальное табло, которое разместят возле лифтов. Погода, последняя новость, но это хорошо. С центром госслуг мои документы. Ну, херня, значит, будет. Это не гесметио. Значит, там будет херня полнейшая, левая чушь на этот таблоиде. Пусть они с гесметио, если то они вообще жопа полнейшие, они. Мои документы там вообще будет. Нет, сигнал написано постоянно. Опять. Но это продолжение собянинской хрени. Вот, тут пассажиров каких-то мы снимали, смотрите. Просто, как они шикарно там на МЦК ждут, там, по 20 минут. Вот, что-то наснимали, наснимали. Пусть-то и рекламы не купили, вот это вот, да. А не, вот классно, кстати. Сбережения в Москве. 21% годовых, тизер, подарок для пенсионеров. Но это вообще супер, это то есть, да, 20... Если платят больше 3% тебе, фигачат, да, То, значит, пиздец, да, тебе телевизор дадут в подарок. Телевизор-то тебе дадут, да. А 27% годовых ты и не получишь никогда, да. Потому что он закроется через 2 года, и денежки твоей тетю. Вот, прям в открытом аврозе. А вот это вся статья, как хорошо на почте работает, да. Как хорошо какой-то школьник на почте работает и устроит туда идиотизм этот, да. И говорит у нас на маршруте, вот этот школьник, вот тут вот написано, да. А у нас на маршруте, то есть, 14 тысяч подъездов. Вот, и нереально просто там ключей иметь, да, почтальонам. Поэтому приходится консьержам там, этим самым лезть, консьержкам звонить, да, как хотите, обходите. Это вообще позорная работа, да, вот Почта России. У нас хоть были ключи тоже, конечно, платили нихрена по уставке от МРО, по уставке 4 тысячи, но зато ключи все были, да. То есть, не такой большой маршрут, а ключи все были. А там ключи, вот, вот, и представим, даже ключей нет. Они с консьержками постоянно вызванивают, эти дебильные, мразотными с этими бабками общаются, ну и нахуй. Короче, кое-что он уволится, скоро и всё. И тут такая агитация, что это круто, что это всё, вот, супер-супер, всё офигенно. Вот, для школьников и студентов приглашают всех, да, летом поработать, чтобы они проблевались и никогда на эту Почту больше не смотрели в своей жизни. Вот так вот. Вот так вот, грустненько, в общем. Не идите на Почту, работайте, там, полставки вам будет. Вы школьники, студенты, вам будет полставки. Сколько сейчас полставки? 6 тысяч. Полная ставка 12 за один квартал. А два вы не возьмётесь, вы обострюетесь, целый 12 часов в день работать, вы обострюетесь. Вот, и на полставки вам, как школьникам и студентам, будут полставки платить. Вы охуеете от полставки, от 6 тысяч рублей в месяц в Москве, вы повеситесь потом просто, придёте домой и повеситесь прямо. Так, дальше. Не, ну объявление тут прикольно, конечно. Вот это платное объявление, они стоят где-то тысячу по полторы, вот эти цветные такие. Деньги всем, как всегда, деньги всем, да? Наши деньги, деньги всем. Всем деньги и наши деньги. Мы всем дадим, да? Конечно, всем дадим, да? Всем дадут. О! Сберегательная программа. Это я люблю. А, о, анекдот, это классно. Ну шо? Тип для габзавра, да? Для чего англичане придумали такую сложную игру? Что, сами не могут в неё выиграть? Где ты работаешь? В Яндексе. Такси, значит. Занятная в ней вещь-домофон. Пустил двух коней в пальто. Деда пихту, огни барто. Пацаны, кто знает, где возле цирка можно спарковаться? Раньше об этом надо думать. Когда детей заводил. Так. Это херня, анекдот. Муж, вернувшись работать чуть раньше, увидел чуть больше. Так, приклеился уже, лапка. Ой, хер какая-то, анекдоты. От Людмилы Людмурик, анекдот-то смешнее всё-таки. Вот тут про дом 2, про это, да? Шо-то такие, как Гагарина, нет просто. Вот, просто человек был, да? Его в космос просто засунули просто. И всё, да? В капсулу, которую отключили управление. То есть, Гагарин летел, у него с собой был ключ. Для приборов, да? Чтобы панель управления активировалась. Поскольку психиатры тогда считали, что Вот этот вот Гагарин, да? То есть, он когда полетит, да? От невесомости. Если невесомость возникнет у него, допустим, он С ума сойдёт, типа, да? Неизвестно, что там с мотком происходило у человека. И предполагали, что он с ума просто сойдёт, и всё. И нажмёт начнёт управлять, и кнопки жать, паники. И там всё расфигачивается, да? Поэтому Гагарин летел с включённой панелью управления, да? То есть, у него был ключ с собой, но... Да, всё было закрыто. Он был в выключенном состоянии, панель в выключенном состоянии была. И она включалась этим ключом, только если надо будет. Так что Гагарин, это просто запустили его в космос, и всё. На автопилоте. И он ничего не сделал. Чего он героем? Героем так, это самое, возить, правда, героем. Расфорсили героя. Хотя геройского ничего, просто рискнул там. Рискнул залезть, и всё там. А автоматик всё сама сделал за него. Ничего не надо там было. Есть и предыдущие, кстати, там про Гагарина. Есть и предыдущие, там не расфигачились, да? Космонавты, про которых все забыли. Там три человека на предыдущей ракете захуялись. То Гагарин бы не был героем. Заранее, кстати, в этих всех новостях, в правде, две новости, то есть, подготовили. Одна, если неудачная будет, а другая, если удачная. В прошлые-то разы скрыли, а уже в 66-м году, как он полетел, в 62-м году уже был бы свободней. Предыдущий полёт скрыли неудачный, когда народ расфигачивался просто. Потому что вероятность того, что ракета когда-то полетит, вообще, она 50% была у Советского Союза. Чё бы там ни говорили о прогрессе каком-то. Вот. Так, это херота какая-то, опять, цыганский романс. Это вот, вот это нечего, когда написать. Вот пишут вот такую вот хрень классическую, да? Про старое кино. Ну да, вот обзорные места Москвы. Но это все знают. Все знают, где это находится. Вот пиарят храмцы из Креста Спасителя. Лучше бы бассейн им оставили. Вот это вот штуковина, да? Куда там залезть можно. Вот на эту, наверное, штуковину. Посмотрите на шоссе сверху. Так неинтересно. А вот это я не знаю, где где-то. В травинках они, но у небоскрёбов. Так. А это где, кстати? Ладно, я просто не с той стороны был, а где-то там он. С той стороны вырезался вот этими вот домами. И вообще всегда как-то так. Российская академия и наука я знаю, где давайте по-по-пообщему пройдемся. Колокольни Ивана Великого знаю, да? Парк Зарядия нет. Храм Христа Спасителя, представьте, что это за говно. Патриарший мост, это хрень. А, это там же, это два в одном. Там мне это самое, да? Мост местного бассейна, понятно. ЦУМ. Странно-детский магазин, да? Напротив Комсомольской. Я знаю, где это, но он был закрыт. А, есть центральный детский магазин, а есть ЦУМ. Разница, большая гостиница Украина. Воробьёго-город, я представляю, да? Ходил там сто раз. Российская академия наук, это там же. Парк Горького не был, но слышал. Стадион Лужники, это там же, на Воробьёвых горах. То есть, они все в кучу как-то объединяют. Метро Коломен... Парк Коломенское, это были. Ходили сто раз ходил. Живописный мост. Не знаю, где это. А, вот это хрен. Но видел только издалека. Башня Федерации. Не простая, когда залезть в башню. Это опять кучу в кучу вот это собирается, да? Это там все, да, вот в этой. Останки скатерей башни. Знаю, что там ресторан наверху есть? Ну, что там делать-то мне? Башня Империи, это тоже все в кучу собирается там же. Так. Стратегия инвестиций обеспечивает пенсии. Смотрите. Ого! То есть, какой-то, видите, МММ. Чем больше денег туда заносишь, чем больше у тебя будет пенсии, когда эта фирма сдохнет через два года, опять же. Потому что, видите, в отложении доход. Смотри, на 100 тысяч 18 процентов. А предельные... 250. Так. Так, вот это сложно будет отсчитать. 25 процентов. От 18 до 25 процентов. Это МММ, Лохотрон. Никто не будет вам платить. Никто вам не будет платить. Это частный, это Лохотрон, да? То есть, за 10 лет, если туда выходит, где-то за 10 лет туда, то все равно как-то МММ получается, все равно никто не будет платить. Тут про задержание какого-то, да? Про атомщиков, да? Каких-то, да? Шпионили там. Атомные секреты в 83 году. Кому они нужны? В общем-то. Вот. Какая тут крутая эта хрень, да? Без истерик, подкупить. Что-то вот. Дмитрий Емец. Ух ты. Это Дмитрий Емец написал. Ну что, Таня Гроттер не продается, да? Ага, зараза, не продается у тебя Таня Гроттер. Приходится тебе хренью всякую списать, да? В общем, этого ёпка не читайте, да, Дмитрий Емца? Не люблю, да? Скатился, собственно, скатился, да? Писанина там генерирует продолжательно. Там такой бредятин он написал, вот, конец, да? Если этот Таня Гроттер читали, то накамливались так чисто. Там пиздец, короче, там настоящий Дом-2 в худшем виде. Он написал Дом-2 ещё до того, как пока это не было мейнстримом, короче. Да, Бузовый, правда, не стал. Но бывают вот разные, вот. А вот про неинтересную жизнь. Вот, типа. Анатолий Рахлин. Светлана Крутовских. Четвёртого курса Московского института, да? Сегодня, 1 ноября, в Гребовском дворце в расхитании мы стали мужем и женой. В 78-м году. Да, у них родилась дочка, и они потом в 2018-м году вот опять туда повернулись, пошли, и там она, типа, да, поженилась тоже с кем-то. На каком-то Гоге. Авернадзе. Единственная дочь Маша, вот. А скучная и унылая жизнь. Я, конечно, понимаю, что они радостные, но жизнь в одном месте и скучная, да? Типа, да. Серая жизнь. Но ничего. Продержались всё-таки как-то. Продержались, не знаю. Храни вас Бог, короче, да, вот. От это самое, образцового брака. То есть они вот на вид вот это хорошо все, хорошая семья. Там между ними ссоры, там, вопли. Друг другу волосы вырывают, у кого они остались. Ну, вообще. Храни вас Бог от образцовых семей. Тушить, короче, свет. Тушить, короче, свет.